Друзья, привет! Вы находитесь на канале Japan Life. Здесь мы рассказываем про автомобили из Японии. Сегодня у нас интересный автомобиль. Это Honda Steffagon Spada 5-го поколения 2017 года. Мы начинаем! Итак, в 2017 году у Honda Steffagon происходит рестайлинг 5-го поколения. Добавляется еще одна модификация в кузове RP5. Это наш непосредственный вариант, который мы сегодня с вами снимаем. RP5 это 2 литра мотор LFA на 143 лошадиные силы. Мощность гибридной установки на 135 кВт. Здесь точно такой же мотор, как стоит в Аккорде в CR7. Этот мотор имеет достаточно агрессивную динамику и для минивэна, я думаю, что в своем классе этот автомобиль порвет просто всех. Также остаются кузова RP1, RP2, RP3 и RP4. RP1 это простые комплектации на переднем приводе, RP2 это простые комплектации на полном приводе, RP3 это спада передний привод и RP4 это спада выдовая. RP5 у нас представлен только на переднем приводе. То есть также остаются полторашки турбовые. По мотору по технической части изменений у них никаких абсолютно нету. У них меняется внешний вид. Мы с вами видим агрессивную переднюю часть. Это новые светодиодные фары. В данной комплектации это G-EX Honda Sensing. У нас система кругового обзора, система предотвращения ДТП, контроль полосы. Также в системе кругового обзора мы здесь видим передняя камера, камеры стоят по бокам, задняя камера. Обзор на 360. Новая решетка, новая светодиодная оптика и также диодные противотуманки. По моему мнению, что передняя часть у пятого поколения в рестайлинге выглядит гораздо интереснее, чем у дорестайлинга. Она очень агрессивная. Здесь у нас в лейбе Хонды спрятана система предотвращения ДТП. По электронике этот автомобиль укомплектован по максималкам. Если сравнивать с Альфардом, я думаю, что даже здесь есть больше функций, которых нету в Альфарде именно по безопасности. Также в рестайлинге пятого поколения обновленная система Honda Sensing. Это пакет определенной безопасности автомобиля, который уже у нас установлен в дорогие комплектации производителя Хонда. Сейчас мы с вами откроем подкапотку, покажу вам мотор. Вот оно, сердце этого автомобиля, мотор LFA. 143 силы, мощность гибридной установки 135 кВт. Как я уже говорил ранее, что этот автомобиль имеет достаточно агрессивную динамику. Я вот сейчас на нем прокатился. Как он подрывается со старта, ну, ощущения просто колоссальные. Допустим, турбовая версия однозначно так не едет. Этот автомобиль с этим мотором на 2 литра 100% порвет всех. Я первый раз сегодня катаюсь именно на вот этой версии. Я очень доволен. То, как он держит дорогу. Ну, Хонда, вы все прекрасно знаете, что она такая всегда сбитая. То есть, у нее управляемость однозначно лучше, чем у Тойоты, по моему мнению. Потому что вот мы не так давно снимали турбовой хорек. Его вот так вот всего болтает. Здесь, на Хонде, ты чувствуешь более сбитую подвеску. И также этот мотор добавляет сюда однозначно отличной динамики. Если у вас есть возможность покупать вот такую версию на гибриде с этим мотором, то однозначно вам нужно рассмотреть эту модификацию. Друзья, еще смотрите по передней оптике. Она полностью здесь переработана. И здесь вот также есть подруливающая вот эта лампочка. Как ее называть? Там фонарик. Лампочка, которая при повороте, допустим, влево-вправо начинает вам правую сторону дороги или левую сторону дороги подсвечивать. Эта штука тоже также есть там на Альфарде, то есть на более дорогих автомобилях. Вот эта новая оптика. Еще мне нравится, как вот здесь вот эти вот светодиодные полоски, ходовые огни светятся. Но оптика вот эта проработана прям классно. Очень сильно мне бы хотелось, допустим, посмотреть, как она светит ночью. Конечно, я думаю, это там не лазерная оптика, не мультибим. Но я думаю, что для этого автобуса, этого головного света хватит за глаза. Что еще поменялось по внешке? Боковая часть автомобиля в РП-5 осталась неизменной. Колеса 205, 60 на 16, по-моему, обычные стандартные колеса. Сейчас посмотрим размер. Резина здесь 17-го года установлена. Да, 205, 60 на 16. Стандартное литье хондовское, боковой порог. Ну, то есть, по боковой части мы не видим абсолютно никаких изменений. Так как этот автомобиль на максималке здесь автоматические двери слайдовые с обеих сторон. Система бесключевого доступа. Здесь кнопочка поставить на сигнализацию, снять со штатной сигнализации. Сигналка штатная, ну, клиент может быть поставит потом сигнализацию. Пандору там или Starline. Изменения коснулись также и задней части. По задней части у нас поменялись стоп-сигналы. Они стали вот здесь такой с диодной полосой. Стоп-сигналы, вот эти, как бы, в сочетании, да, вообще этого кузова полностью. Вот эти тоже, они, как бы, более уже, так сказать, по-современней. Также у нас дверь ваку-ваку. Ну, про нее смысла, я думаю, вам рассказывать нет. Она открывается вбок и открывается полностью назад. Кстати, единственное, что с этой дверью мы не можем поставить прямоугольные рамки. Однозначно сюда нужно ставить квадратные рамки, как вот здесь и установлено справа. Камера заднего хода. Этот автомобиль у нас семиместный. Здесь у нас третий ряд. Капитанские кресла. Спады в основном все вот покупают на вот таком. В такой модификации салона есть еще здесь лавка. Но автомобиль в самой богатой комплектации однозначно, по моему мнению, должен быть с раздельными капитанскими креслами. Но это не всегда удобно для людей, которые передвигаются, допустим, с семьей. Они, некоторые люди, предпочитают, чтобы был сплошной диван. Клиенту здесь мы в дорогу. Раз, два, три, четыре, пять, восемь бутылок масла. Масло кем дал? Не знаю, ну клиент, скорее всего, сам выбирал. Фильтра. Все ему здесь в дорогу положили. Кстати, клиент Юрий, огромное ему спасибо за представленный автомобиль. За то, что он дал нам его на съемки. Мы ему полностью подготовили его в дорогу. Он поедет на нем к себе в Ставропольский край своим ходом на этом автомобиле. Ребята, смотрите, вот мы рассказываем, да, про Хонды, там, про, там, Тойоты и так далее в классе минивена. Но мы с вами понимаем, что, понятное дело, что сейчас все дорого, да, мы сейчас с вами поговорим про деньги, про стоимость автомобилей и так далее. Вы посмотрите, вот, допустим, вокруг, да, недвижимость, услуги, да, все дорожает. Конечно, очень жалко, что в нашей стране так прогрессивно не растет зарплата. Но сейчас куда ни плюнь, везде ценники просто летят в космос. Это я говорю к тому, что мы озвучиваем цены, да, автомобилей, сколько они стоят на сегодняшний день. И нам там постоянно пишут в комментариях, дорого, пруль там и так далее. Это классика, мы на это нормально реагируем, мы привыкли с этим работать, то есть этот хейт, он постоянно есть, и от него никуда не деться. Понятно, что там всем ничего не объяснишь, но тем не менее. Вы посмотрите, вот этот автомобиль 4.5Б 90 пробег, 2017 год. То есть, по сути дела, там автомобилю 4 года в максимальной комплектации. Перламутр. Ну, здесь есть, говорю, все абсолютно в этом автомобиле. Стоимость его, вот клиенту, да, вот обошлась 2.150. Вы считаете, вот это много? А какие есть альтернативы? Какие есть конкуренты? Да их просто не существует. Если посмотреть там какой-нибудь корейский рынок, европейский рынок, русский рынок, а какие там цены? Во-первых, там нету таких моделей, там нету таких автомобилей. Какие цены? Вы посмотрите в магазин, посмотрите на вторичный рынок Авито, Дрома и так далее. Какие там цены? Поэтому я считаю, по моему мнению, оно возможно субъективное, отнеситесь как хотите. Что стоимость вот японских автомобилей, японских минивенов. Конечно, есть переоцененные автомобили и у тех же японцев, да, там я не понимал, когда Хастлер там стоил там по 900 рублей, вот эта балалайка. Или там, допустим, Тойота Танк сейчас стоит с мотором там с литровым миллион рублей. Да, вот здесь, конечно же, есть там нюансы задумываться, но тем не менее, люди, которым нравятся эти автомобили, они их покупают. Вот в классе минивенов я могу так сказать, что ценник абсолютно адекватный. И за Тойоту, нохи там можно привезти там за 1.4, гибридные автомобили с мотором 1.8, которых расход там 6-9 литров. Где, где такие найти? Таких цен не существует, поэтому я считаю, что вы можете писать там, как хотите в комментариях. Я считаю, что ценники абсолютно адекватные, поэтому эти автомобили на всю страну просятся колоссальным спросом. Вы думаете, их не возят? Да пароходы привозят по 2-3 тысячи автомобилей, которые разъезжают по всей территории страны. Суммарно порт обрабатывает порядка 10 тысяч автомобилей в месяц только. Вы можете представить, ни один автосалон в нашей огромной стране не продает такое количество автомобилей. Сколько отправляется с Дальнего Востока, сколько остается здесь и сколько уезжает этих автомобилей по всей России. Вот, смотрите, по ценнику этот степ обошелся 2.150 на максималках. Заряженный весь, еще я вам расскажу, что мы сделали здесь по допам. Можно рассматривать такие автомобили. Сейчас где-то R-ки, да, с пробегами 100, 100+, где-то 1.6. Есть нормальный автомобиль, можно рассмотреть где-то в ценовом диапазоне 1.8. Ну, соответственно, если вы хотите там суперракету, как вот непосредственно данный автомобиль, это, ну реально, это вышка класса вот этого автомобиля, это просто топ. То есть он стоит однозначно выше Ноха, Вокси, Сквайр, даже рядом не валялся с этим автомобилем. То есть это вот топ. Цена 2.150 клиенту обошлась. Это машина. По стоимости, мне хотелось бы опять же услышать кучу хейтов в комментариях. Так что давайте поехали, эту всю тему там обсудим. Вы расскажете, за какие деньги вы покупаете машины и на чем вы сами ездите. А мы как бы это все проанализируем. И возможно, вы нас можете переубедить и сделайте какие-то другие выводы. Кстати, я не против, сразу же говорю, не даже Lada. Если вы хотите, покупайте себе Lada Vesta за там миллион с лишним рублей и будьте просто в топчике. А мы погнали дальше показывать вам этот обалденный японский технологичный автомобиль. Знаете, вот сколько мы возим автомобилей из Японии, всегда удивляет, как японцы умудряются сохранять автомобили в таком состоянии. Конечно, с их экосистемой, крупных городов, ну и вообще в принципе Японии как страны, там действительно автомобили, даже с большими пробегами, они в состоянии приходят как новые. Это здесь, конечно, много очень факторов складывается. Плюс сам принцип жизни японцев, да, вот какие они по себе люди, так скажем, это зависит от менталитета. Конечно, есть и засранцы, да, которые засирают автомобили, но это редко. В основном приходят автомобили в отличном состоянии. Вот здесь мы видим 90 тысяч пробег, 4,5B оценка. Автомобиль в салоне просто как новый. Посмотрите на руль, на нем нету ни одной потертости. Вот здесь в стыках нету также затертости никаких. Вот здесь вот эти вот слабые места, допустим, у той же Toyota, вот здесь постоянно все затерто. Руль, мне нравится, здесь не вот такая Toyota, вот эта кожа, да, как, ну непонятно, как тряпка какая-то что ли, а здесь прям, ну такая, прям плотная-плотная кожа с такой плотной строчкой. И удивляет просто 90 тысяч пробег в таком состоянии руль, ну и в целом весь салон. По салонам в рестайлинге пятого поколения здесь есть изменения, да, у нас мы видим обновленный селектор АКПП, потому что это у нас гибридная версия, здесь вот такой вот современный модный селектор. В целом салон там сильно каких-то изменений не потерпел здесь, все и так в этом салоне, по моему мнению, все классно. Этот салон мне также нравится больше, чем у Toyota. Здесь, здесь по передней торпедо, да, 4 воздуховода кондиционера, здесь все кнопки там системы безопасности на руле, это там удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль. Здесь этот автомобиль укомплектован системой нового поколения Honda Sensing, здесь все абсолютно системы по безопасности присутствуют. Также довольно-таки большая мультимедийная установка Gazors. Здесь есть все необходимые для вас функции. Также салон здесь полукожаный, посередине тряпка. Ну вот, кстати, вот до чего можно докопаться, наверное, вот это, до вот этой вот беспонтовой тряпки. Вот тряпка, наверное, могла бы быть чуть-чуть и получше, но опять же, это Honda. Кожа здесь плотная на сидениях, также классно то, что есть подлокотники. Еще что здесь из нового, это ручник уже стал электронный, и здесь у нас также кнопочка EV, это принудительное включение к гибридной установке. Также здесь еще у нас два выхода под USB, у нас предусмотрено вот здесь вот, вот в этом бардачке, также у нас здесь выход еще один под USB, то есть спереди мы видим три выхода под USB. Также здесь у нас прикуриватель, ну он же, да, там розетка на 12 вольт, которую вы можете также сюда вставить этот переходник, и также у вас еще будет USB. С подстаканниками здесь проблем нету абсолютно, вот подстаканник, вот здесь в двери подстаканник, здесь еще, также и по левой стороне, здесь подстаканник у нас еще есть выдвижной, и вот здесь такая большая площадка для того, что также мы могли положить какие-то вещи, там бутылки свои. По посадке здесь посадка классная, она, наверное, так, знаете, ну, можно сравнить, наверное, с посадкой легкового автомобиля. Вот, опять же, мне здесь посадка нравится больше, чем в том же, допустим, Esquire, Nohie, Voxic. Вот, в целом, ребят, по салону эта тачка мне нравилась всегда. А вот сейчас еще в новом, да, в рестайлинге пятого поколения, здесь доработали там небольшие изменения по элементам декора, по салону, и стало, по моему мнению, еще лучше. То, что касается динамики, этот мотор LFA на 143 силы, 135 киловатт, он очень динамичный. По моему ощущению, вот, по тому, по тем эмоциям, да, которые я испытываю при вождении автомобиля, я думаю, что он турбовую версию объедет вообще без проблем. Динамика здесь на высоком уровне, и, не знаю, вот даже с Alphard 2.5 поставить его, да, мне кажется, что степ его объедет, потому что он разгоняется, очень динамичный, очень динамичный расход, разгон. Расход при этом, я думаю, что здесь надо его потестировать, да, там трасса-город, смешанный режим, но я не думаю, что там больше десятки будет расход. Вот мы сейчас едем где-то вот 140, 150. То, что касается систем безопасности, здесь они есть все. Система считывания дорожных знаков работает хорошо. Все знаки, ну, автомобиль выводит на приборную панель. Также контроль полосы, когда вы пересекаете полосу, так, в руль отдает чуть-чуть, ну, автомобиль, он говорит о том, что вы, ну, съезжаете с дистанции. Также здесь есть круиз, устанавливается он вот здесь, вот, вот это управление здесь по правой стороне руля. Поэтому я могу сказать следующее, что управлять этим автомобилем, ну, действительно классно. Я вот пытаюсь найти какие-то минусы сегодня весь день в этой тачке, но пока что не могу их для себя найти, потому что, ну, руль качество классное, то есть сидишь комфортно, управляемость классная, динамика классная. Ну, не знаю, до чего докопаться. Ну, можно докопаться, знаете, вот, до, там, не совсем современного, да, исполнения, допустим, панели приборов, но это, в принципе, японские автомобили, да, и во всех японских автомобилях, ну, вот это их японский консерватизм, он во всей линейке, там, он преследуется. Даже взять тот же Lexus, да, сейчас, который, там, самый современный и стоит максимально дорого, то есть по оснащению так же, ну, это чисто японцы. Некоторые говорят сравнить этот автомобиль, допустим, с Одиссеем. Здесь сомнительное сравнение, потому что Одиссея это больше такой, как, он все-таки такой крупный универсал, так скажем. Одиссея тоже очень классный автомобиль, особенно в комплектации Абсолют, он огненно выглядит, то есть, да, но здесь сравнение, как бы, неуместное, потому что это полноценный минивэн, а то больше уже такой, как универсал. Мы хотим выразить огромную благодарность нашему клиенту Юрию, который предоставил нам этот замечательный автомобиль на съемки. Юрий заказывает у нас уже третий автомобиль, и все три автомобиля мы ему готовили максимально. Давайте маленько поговорим с вами про комплекс дополнительных услуг, который был произведен с этим автомобилем. Юрий как раз-таки из тех людей, которые любят максимально подготовить автомобиль к конфетку, и чтобы вообще им не заморачиваться. Вот, наверное, Юрий как раз-таки из разряда тех пользователей автомобилями, вот как я, которые скурпулезно подходят к этому делу и не любят заморачиваться, и для таких людей свое время важно. Что мы сделали? Техосмотр, страховка. Сразу же прошли техосмотр, застраховали автомобиль. Далее, постановка на учет. Смотрите, мы можем вам поставить автомобиль на учет. Сразу же мы вот на степе видим номерные рамки, да, 126 регион, это Ставропольский край. Мы можем сразу же поставить на учет вашего региона, но нам необходимо эту информацию знать заранее. Если вы сказали, автомобиль выпустился с таможни, да, и там поставьте на учет, мы в 90% случаев будем отказывать, либо эта процедура затянется по времени. Почему? Потому что сейчас для постановки на учет нам нужно, чтобы собственник транспортного средства на нашего сотрудника нам отправил нотариальную доверенность на осуществление регистрационных действий МРЭО ГИБДД у нас в городе Владивостоке. Без этого никак. Раньше была система попроще, сейчас они усложнили. Если вам это нужно, мы можем это сделать, как мы это сделали для Юрия. Поставили автомобиль сразу же на учет. Дальше. Автомобиль поехал потом в гибридный сервис на обслуживание полное. Что было сделано? Поменяли масло в планетарке, поменяли масло в двигателе, обслужили гибридную батарею, потому что Юрий собирается на этом автомобиле в Ставропольский край ехать своим ходом. Полностью подготовили автомобиль по технической части. Дальше. Загнали в детейлинг-центр к нашим партнерам, в Ройс. Ну, вы знаете, этот детейлинг, мы с ним сотрудничаем. Ребята делают все процедуры классно. Записались в Ройс, сделали ему полный комплекс. Машину полирнули, всю переднюю часть затянули в бронепленку, потому что, еще раз говорю, автомобиль поедет своим ходом в Ставрополье. Также сделали детейлинг по салону, под капотка. Полностью обслужили. Дальше. Купили ему комплект масел. Вон там 8 бутылок масла лежит в багажнике. Поменяли колеса. Автомобиль пришел на зиме. Одели летнюю резину. Поставили FM-модулятор. То есть автомобиль подготовили вот от и до, да, для того, чтобы автомобиль был уже в свободное пользование, в свободной эксплуатации. Если бы этим занимался, допустим, Юрий, он бы на это потратил, ну, как минимум, ну, я думаю, неделю. Потому что это пока техосмотр, пока учет, пока детейлинг, пока вот эти вот все движухи. Человеку очень важно свое время. И поэтому он все эти процедуры доверил, конечно же, нам. Мы привозили ему еще две машины и делали абсолютно то же самое. Юрий, выражаем вам огромную благодарность. Автомобиль вы купили действительно классный. Я им доволен вообще от и до. Мне все понравилось. А вам, ребята, я желаю только качественных автомобилей. Без разницы, какого производителя. Мне абсолютно все равно, что вы будете покупать. Но я только за то, чтобы вы себе выбрали отличный современный автомобиль. Будь то японского производителя, русского там. Я не знаю, кого хотите. Выбирайте себе то, что вам по душе. Не нравятся наши японские автомобили? Покупайте русский, европейский, корейский. Без разницы. Я всегда за то, что у человека был свободный выбор. И он купил себе то, чего желает его душа. Поэтому я желаю вам всех благ. Подписывайтесь на наш канал. Следите за интересными новинками японских производителей. С вами был Александр. Все ссылочки, как обычно, в описании. Проходите, подписывайтесь. Всего доброго. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok